Друзья, кто на ПХДС проходит мимо стенда компании Авангард, сейчас нашим гостем будет Игорь Федорович Качалин, в совсем недавнем прошлом зам начальника центра ФСБ России, а ныне генеральный директор национального технологического центра цифровой криптографии. Игорь Федорович, добрый день, ну и в первую очередь хотелось бы поздравить вас с назначением. Да, добрый день, уважаемые товарищи, ну спасибо за поздравление, я бы хотел высказать слова, ну некой благодарности учредителям, да, за то доверие, которое мне оказано имя, выбрав меня на эту должность, ну постараюсь оправдать те надежды, которые они возлагают на эту организацию и на меня, как на ее руководителя. Ну уверены, что все получится и желаем вам успехов на вашем новом этапе жизни. Спасибо. Да, и компания, организация, она достаточно молодая, я даже сказал юная, была организована совсем недавно и многие задаются вопросом, какая цель или цель создания ОНО НТЦ ЦК и какие задачи планируется решать? Ну одна, да, действительно, компания молодая, собственно, за плечами еще менее полугода ее существования и поэтому можно говорить только о том, какие цели мы перед собой ставим, да, и как мы будем пытаться их воплощать в жизнь. Но одна из основных целей, которая закладывалась в идею создания этой компании, это оказание услуг по организации научных исследований с привлечением компетенции различных организаций для достижения общей цели по обеспечению информационной безопасности, информационных технологий и в частности, широкого внедрения и использования средств российской криптографии в решении этих проблем. Вот это основная задача, которую мы видим и на сегодняшний день у нас есть некий портфель идей, которые мы постараемся притворить в жизнь. Они как раз направлены на доведение до практической реализации применения средств криптографической защиты при обеспечении целостности, доступности различных информационных объектов. Не всегда это связано, точнее, это не связано напрямую с шифрованием, как криптография, как основное направление, а скорее это применение криптографии в области кибербезопасности, то есть обеспечения целостности, оборудования, программного обеспечения, подтверждение владения различными информационными ресурсами в сети интернет. Это, в общем, также вопросы, связанные с таким модным направлением, как квантовое распределение ключей, то есть вот такой довольно широкий спектр в нашем портфеле идей, которые мы постараемся притворить в жизнь. Действительно очень широкий, я даже сказал, широчайший спектр предстоящих задач, ну и судя по ним, потребуется большое количество разнопрофильных специалистов и сферы математики, физики, информатизации. Вот как НТЦ планирует решать кадровые вопросы, которые сейчас беспокоят практически всех? Ну, мы прекрасно понимаем, что собрать постоянно действующий коллектив для решения всего комплекса задач, ну, практически невозможно. Это задача нерешабельная, поэтому мы полагаем, что мы будем собирать коллективы под решение конкретных задач. То ли это будет ряд организаций, которые будут решать одну задачу с достижением конкретного результата, а именно там внедрение этой какой-то технологии в области информационной безопасности, то ли это будут коллективы отдельных ученых и ученых Академии наук, вузов, которые будут решать научную задачу, которая потом в дальнейшем будет положена в основу конкретного технологического решения. Для того, чтобы обеспечить научное сопровождение и соответствующий уровень научной проработки, мы предполагаем создать научно-технический совет, в работу которого будут привлечены академики Российской Академии наук, представители вузовской науки, представители конкретных организаций, имеющих компетенции вот в тех вопросах, о которых я говорил. Надеюсь, что у нас получится. Да, ну, мы тоже очень надеемся и верим, и будем активно в этом участвовать и помогать. Ну и если вернуться к названию самого Национального технологического центра цифровых криптографий, то в нем присутствует термин криптография. При этом, ну, если вот так быть достаточно откровенным, внедрение российской криптографии в нашу повседневную жизнь, в жизнь российских граждан идет, ну, достаточно небыстро. Вот как вы видите участие НТЦ ЦК в вопросах расширения использования российской криптографии вот в повседневной жизни граждан? Ну, наверное, в первую очередь можно будет нужно и можно говорить о том, что мы будем участвовать в ускорении процессов принятия тех или иных стандартов в области телекоммуникационных протоколов, в области обеспечения целостности, доступности информации, в которых необходимо применение средств криптографической защиты. На сегодняшний день в условиях цифровизации, лично мое мнение, которое подтверждает и практика, без криптографии ни в одной сфере, которой подвергается информатизация, будь то электроэнергетика, будь то продажа билетов, будь то реклама в сети интернет, разворачивание каких-то информационных ресурсов в сети интернет без криптографии, обеспечить надежный и надлежащий уровень защиты информации практически невозможно. Это не единственный механизм, но это существенный механизм, который должен использоваться. И для того, чтобы он использовался наиболее оптимально, нужно сделать так, чтобы не каждый, кто хочет ее использовать, делал все с нуля. Надо дать механизмы, надо дать готовые решения, опробированные, аттестованные, одобренные регулятором для того, чтобы разработчики, не владеющие глубоко вопросами криптографической защиты, могли применять их в своих продуктах. И вот на этом пути мы как раз и видим свой основной вклад в это. Да, здесь есть вопросы не только технические, есть вопросы нормативного регулирования, есть некие, ну, наверное, элементы зарегулированности и необходимо налаживать взаимодействие с регулятором. У нас есть хороший контакт с регулятором, но тем не менее, вот на пути вот такого создания площадки, на которой можно обсуждать проблемы, проблемы отрасли, проблемы разработчиков, проблемы эксплуатантов с привлечением регуляторов с целью нахождения оптимальных путей нормативного регулирования, дающего стимул к использованию именно российской криптографии, не ставящей какие-то сложные препоны, да, а стимулирующей такое внедрение. Мы и видим свою роль, роль Национального технологического центра цифровой криптографии. Большое спасибо, Игорь Федорович, за такой исчерпывающий ответ. Ну и, как мне кажется, в условиях санкций, в условиях ухода с российского рынка зарубежных компаний, отзыва сертификатов зарубежных устреляющих центров повышаются риски, повышается такая нервозность. И решение вот этих задач, которые вы обозначили, естественно, являются очень важными, нужными и желаем вам успехов на этом нелегком, но очень важном для нашей страны пути. Спасибо большое. Спасибо. Мы постараемся.